Всем привет! Мы Костя и Вика. Прожили в этом автодоме два года. Жили, работали и путешествовали. И сейчас мы находимся в Португалии. Мы приехали и получили вид на жительство и хотели растаможить нашу машину, чтобы пользоваться ей дальше. Но в связи с некоторыми новыми законами это у нас не получится. В связи с этим мы вынуждены ее продать. Это будет краткий обзор на наш автодом. Volkswagen LT35 2005 года выпуска. Пробег около 450 тысяч километров, из которых примерно 60 тысяч проехали лично мы. Переделан в автодом, но документально не оформлен. По отзывам наших знакомых сделать это на самом деле не сложно. Сейчас в автодоме 4 пассажирских места. То есть можно разместиться даже больше, еще кого-то пригласить. И два поворотных сидения. Это очень удобно. И здесь двойное сидение. Мы здесь никого не возили. Убирали ремни безопасностью, но их можно установить. И здесь кого-то возить и ездить вчетвером. Здесь можно работать за столом, проводить время, обедать, готовить и так далее. Для готовки давайте перейдем к кухне. Есть газовая духовка. Она же плита на две комфорки, что очень удобно. И увеличивается вот это вот место. Можно еще больше раскладывать вещи. Я здесь не прохожу полностью. Я здесь поворачиваюсь. Можно к этому привыкнуть. Это автодом, а не большая квартира. В автодоме достаточно много мест для хранения. Для кухонной утвари, для каких-то круп с собой. Возить продукты, которые не портятся. Складывать их в эти ящики. Ящики с подсветкой, что очень удобно в темное время. Можно просто открывать и видеть там, в общем-то, все. Вот эти вот все штуки, ящички мы оставляем для того, чтобы было удобно. Вот здесь тоже огромное количество мест, куда можно складывать. Нам здесь для полноценной жизни хватало и было достаточно удобно. Над кроватью это ящики для вещей. Кроме этого есть еще под кроватью. Почему кровать высокая? Потому что там очень много всего можно складывать. Здесь также над кабиной огромный большой ящик. Вот эти вот маленькие ящички остаются, чтобы было удобно. И на крыше тоже встроен под панели большой ящик. Он закрывается на ключ. И какие-то вещи, которыми не пользуетесь ежедневно, можно туда складывать. Есть полноценный душ, совмещенный с биотуалетом. Для мытья есть бак 100 литров в багажнике и газовый водонагреватель проточный. Чтобы вы не переживали, стоя на парковке в городе, установлен дополнительно бак серой воды на 110 литров, который превышает объем основного бака, чтобы он не переполнился. Также есть в каждом из баков датчики уровня воды. Большой багажник под кроватью, в котором расположен автомобильный холодильник Alpico T36. Он полностью оттуда выкатывается, чтобы его можно было открыть. Там же у нас, соответственно, бак для воды, газовый водонагреватель. И огромное пространство, в которое можно очень много всего свожить. В том числе здесь у нас остается стиральная машина активаторного типа. Так что новым хозяевам можно будет сразу ехать в первое путешествие. Возле душа расположен у нас блок управления автодомом. Это дистанционное управление инвертором. Свет внутренний, а также свет на улице сзади. У нас есть автономный отопитель спутник 2D, 12 вольт на 2 кВт. Полностью хватает более чем. Здесь же есть розетка для зарядки телефона и установлен блок управления теплым полом. Но теплый пол не установили, он нам не пригодился. Однако новым хозяевам мы его оставим в комплекте. Здесь же расположен дополнительный ящичек для одежды с вешалкой. От кухни у нас расположен ящик с солнечным контроллером. Контроллер на 60 ампер. На крыше 4 панели по 180 ватт, которые суммарно выдают 720 ватт заявлено, до 800 фактически. Все это у нас копится по тетеням. Здесь расположен блок аккумуляторов. Это Li-Fi PO4, 200 ампер, турецкий в железной коробке. Здесь же весь блок распределяющий. Все с предохранителями, естественно. Дополнительно здесь же у нас расположился небольшой ящик. Поскольку мы установили бак для грязной воды на место запасного колеса, его пришлось установить на отдельное крепление. Оно поворотное и установлено не на петлях, соответственно вес на дверь не идет. Сзади в зоне кровати расположено большое окно, кемперское, со шторкой, москитной сеткой. Здесь же вы можете видеть, соответственно, ящик на улице и большой багажник для солнечных панелей с подъемной конструкцией. Достаточно долго путешествовали на этой машине и очень долго были в Турции. За это время очень много всего успели сделать. Во-первых, мы поменяли очень много всего под капотом. Мы успели пробить радиатор и в связи с этим заменили очень много деталей. Ну, соответственно, в ходе диагностики там некоторые заменили дополнительно. Также установили маркизу. Она ручная, 2 метра на 2,5. Также поставили на крышу рейку освещения 340 Вт. В связи с установкой маркиза нам пришлось немного переместить уличный свет. Под маркизой у нас расположены две лампы уличного освещения для кемпинга. Точно такие же лампы стоят сзади, чтобы можно было в темноте что-то доставать из багажника. В багажнике у нас расположен блок управления водой. Это насос, реле давления, а также гидроаккумулятор на 5 литров. Также из бака выведена горловина для залива воды. Она выходит на правую сторону и закрывается на ключ. Здесь специальный разъем, к которому можно подключить шланг для использования уличного душа. Здесь у нас расположена дополнительная розетка для подключения в кемпинге, а также можно видеть, как у нас поворачивается колесо. Вот сейчас Костя будет закрывать окно, и будет видно, что оно клеено зеркальной пленкой. Это очень удобно, никто не видит, что происходит внутри. Для пользования духовкой, приготовлением еды у нас стоит композитный газовый баллон на 12 литров. Его нужно заправлять примерно раз в два месяца и спокойно, с комфортом жить. Мы также оставляем переходник для заправки. Например, в Турции мы с комфортом заправлялись, в Европе тоже. Ну и, соответственно, в России вообще никаких проблем нет. Про размеры кровати. Кровать у нас ширной 120 см и длиной 175 см. Наш с Костей рост примерно 160 см, и нам было абсолютно комфортно спать. Я также думаю, что с маленьким ребенком можно спать, если вы там не любите кровать king size plus plus plus. Все-таки это не квартира чуть-чуть, какие-то ужимки будут, это нормально. Мы даже сделали здесь такую удлиняющую штуку, чтобы добавить еще буквально 15 см, чтобы было комфортно. Для удобства здесь есть шторки на липучках. Это все мы оставляем. Для чего они нужны? Например, кто-то открывает дверь снаружи, а здесь кто-то спит. И чтобы не было видно всего, что происходит внутри, эти шторки отлично защищают. Плюс еще от холода. Это очень удобно, они здесь на липучках. Также шторки с той стороны, которые закрывают кабину. Они длинные, и тоже тепло хотя бы чуть-чуть, ну, зимой в России сохраняется. Тоже удобно, мы их оставляем. Пока мы снимаем это видео, у кого-то из португальцев день рождения, они поют хайп-безный. На португальском. Немножко на португальском, да. Стол поднимается, фиксируется на веревочке и держится. Здесь у нас тоже подиум, и можно использовать ящики. То есть вот это вот все пространство используется, и оно полезное. Также сидения очень легко и быстро поворачиваются. Вот сейчас я, женщина, поверну это сидение. Вы даже не умеете. Вот, быстро, то есть приехали куда-то, повернули сидение и пообедали. Все, и поехали обратно. Очень удобно. Сидение гидравлическое, вот на такой штуке. Качаешься. Впера мы снимали для вас это видео, а уже завтра выезжаем в долгий путь в сторону России длиной в 6000 километров. Проедем по краю Испании, через Париж и Амстердам, Берлин и Варшаву. И, скорее всего, через Беларусь заедем в Россию. Москва, Нижний Новгород, Казань и конечная точка нашего маршрута – город Ижевск, где мы оставим нашу машину во дворе у родителей для возможности просмотра. Сами же мы вернемся в Португалию. Мы можем скорректировать маршрут и заехать в ваш город, если вы на 90% или ваши знакомые уверены в том, что вы хотите купить этот автодом. Мы очень надеемся на вашу помощь, на тех, кто кучу раз писал «куплю ваш автодом». Сделайте, пожалуйста, репост этого видео, расскажите тем, кто у вас интересовался, кого вы знаете, или если вы сами хотите купить, просто подумайте еще раз, хотите ли вы путешествовать, жить в автодоме, попробовать совершенно другой формат, потому что именно автодом дал нам кучу возможностей для развития, для того, чтобы мы увидели Турцию, Грузию, Россию, Европу. Моя мечта пожить в Европе исполнилась благодаря этому автодому. Спасибо за ваш просмотр. Будем рады увидеться с теми, кто хочет купить мечту.